итак смотри с вами дамка и мы внезапно начинаем прохождение да в европке универсалясь 4 за византию вышла dlc давайте же в него погрузимся за наверное самую интересную страну этого dlc если вы еще друг не подписаны если подписывайтесь мы же начинаем поехали и начало византии теперь стало в чем-то даже сложнее хотя конечно в чем-то наверное попроще у нас теперь куча разных модификаторов есть в основном конечно же признательных разу нас лет приведите очень неприятный вот здесь вот на толерантность ирина миссионеров против вертиков здесь просто безумно страшный модификатор 15 морали 75 combat ability нас при форме фартов reinforce пид тоже неприятно минус традиции неприятно еще и минус лояльность таки дают на так по приколу сверху и плюс 200 процентов скорость строительства кораблей то есть старая идея с тем что вы просто строите кучу корабликов и вот здесь вот площадь и не очень работает нужно строить корабли теперь намного дольше мораль у вас тоже за штурмить вот этот вот пор теперь тоже сложнее еще здесь держите дебафы на торговлю но благо хотя бы стоимость наемников уменьшили в общем то стало тяжелее но и интереснее а еще у нас теперь есть много разных кнопочек из них очень много кнопочек на мораль кроме того топчики на то чтобы построить здесь крепости на то чтобы здесь пропать свою крепость в общем неплохо начиная с распределения других привилегий конечно же берем админку конечно же берем военку и доставляем мы примерно вот такие вот привилегии вот сюда на займы потому что у нас будет много займов также на мишени инфляции полезно вот с этой кнопочки мы будем получать и дополнительные корабли которые мы сможем продать в начале и потом в принципе тоже продавать или использовать что всегда полезно весь генерал неплохой баф на фортификация который мы получаем вот он во всех фортах у нас будет теперь вот такой баф что полезно конечно же берем manpower и здесь также небольшие полезные бафы которые нам пригодятся еще возьмемся конечно вот этот баф но это когда уже будем войне до войны наоборот будет давать дебаф в общем с этим все и как вообще побеждать или за византию по-мужицки через битвы принципе наверное других способов нет возможно есть кинуть еще обузные способы но с флотом теперь все стало посложнее со союзами наверное также мы сможем в общем поехали на любом случае нам понадобится много удачи без удачи здесь не справиться и одна из главных вещей которая нам нужна это и вентик на 200 админки и 200 дипки если вы знаете чем это вы знаете если нет то есть трейдер плюс здесь советник который уменьшает инфляцию имеют шанс отдать вам и вент на 200 админки 200 дипки нам очень нужны очки потому что у нас есть миссия раздеваться если мы сможем поднять наш тэф дома намного быстрее снимся дебаф на мораль и очевидно если у нас не будет дебафа на мораль в победе будет намного проще но мы еще с миссия также слушать отношении с сербии это на пригодится и по миссиям и в принципе союзик будет неплохим также у нас есть неплохие шансы союзится с папой римским можем попробовать и кстати говоря нам нужно будет сильно нажать но также нам нужно будет принять поддержку получается вот этих вот ребят чтобы они нам дали скидку а так закажем что теперь я сразу к раке обязательно поменяем сразу моментально агенду получаем стерео с этого немножко денежек но самое главное лояльность по не удешевляли нам в провинции и мы сразу теория получаем эти кнопки дипки ладно спасибо армии все переводим по морею нам нужно будет захватить и пир и пир это наша коренная территория постараемся их полностью ноксировать они в вражде с албани что очень хорошо потому что иначе они могли с ним за союзится скорее всего эта война будет один-на-один а значит очень простой также мы с игоря можно продать торговый корабль афином мы сразу же делаем второй торговый корабль тоже сейчас пойдем кому продать афином мы продали он к нам вернется можем продать еще раз фонгс а это сейчас порадим кому-нибудь в италии в принципе нет с папой римским союз у нас не получится у нас сразу выкакивает ивент который отменяет вот это вот привлению и ухудшает отношения и да мы конечно же будем защищать нашу православную веру этой религии избавляемся уже можем и ведь войну для конвест конечно же это делаем с разбереводом с говорящей немножко фото ведь приятно кстати у нас еще один корабль который мы сможем тоже сейчас продать в эти перед этим помимо немножко поторговать конечно подправим в армию сюда вот помнились и генерала 323 достаточно неплохой и присоединяем армию афин чтобы они нам помогли и самое хорошее событие и и самый хороший генерал а он возьмем добивать эту армию чтобы она не успела нормально за регениться и красно можем сразу экономить на деньгах сразу же можно поставить обрали что стоит стоило делать пораньше но я немножко с этим забыл говоря надо сразу также снести форт морея но я это сделал попозже нас по миссии вот здесь вот удаляется там форты появляется в другом месте также можно выключить форт в константинополе пока чтобы сэкономить деньги риска здесь миссия требует от нас фокуса на военные очки в принципе это стоит сделать чтобы быстрее получить тех и конечно же нам нужно побыстрее союз сербии и надо поискать наверно еще одно союзника кроме того в константинополе расширяем инфраструктуру это будет нам полезно в будущем и да наконец-то мы его дароляли берем еще займы нас уже наборных немало но они нам нужны ради очков и если во время этого внос на полосман то есть он выбрал именно у вас свои первые цели он выйти пойти вот сюда может пойти на вас значит вам не повезло увы придется рестартить и тут мы заранее заключили свою сербии еще лучше отношения с валахи и в принципе можно еще 3 без он тоже это затянуть и так все с этим окей сербия дает рода мэридж его уже мы отклоняем потому что нам позже надо будет и сербия также получать себя также берем себе генерала надеемся что в этот раз он выбрал другую цель и все потому что видите здесь нету войск и видно как сюда переходили стак из 16 вот он идет вот не ко мне и гирокси говоря отличные два шока и два сиджа на самом деле 10 хорошо и тут и чуть быстрее нашел нужного советника что меня также радует всего резайма на это ушло и сада готова даем еще одну морскую битву потому что у нас есть шанс украсть себе корабли если получится прекрасно если нет то ладно и мы продавать земли и мириться все дипки я так делаем вот так беремся получаем чуть-чуть побольше земель немножко денег кстати говоря тоже приятно и можем также нажать сизлэнд это все еще ставит наших бургов с минус десять процентами расширения и мы себе сэкономили три процента лондов приятно когда мы не сможем посоветиться в аллахе практически а потому что она револ сербии реки также если что я вот так вот поставил торговцев врагу за константинополь собирать из афина в тянем конечно же трейд инвестируем нашу дипку и админку в оказать на поле нам нужно себе первых сделать ф вторых получить ведь побольше хотя бы денег этот немножко повысить наши доходы или вентик у нас наказать и нас и он получает одну мелку эти 150 минки очевидно я не буду и сама сэвера приятный вид впадает ну две пять прав и теории сможем съедать чуть-чуть побольше момент power войне и вот осман закончился с этой страной теории теперь он можно пасть у нас лайма у него очевидно уже есть посмотрим если да то хорошо мы более-менее готовы сразу после начала войны поднимем морков и чуть-чуть еще наверное обычных юнитов и конечно же будем стараться победить мы именно хотим чтобы нас напали чтобы эти союзы за нас зашли потому что как вы можете видеть никто не зайдет в офенсив войну против османа нужно именно конечно же защитные и они заставят кого-то порвать с кондаром возможно они сначала нападут на кондар хотя хотелось бы чтобы они быстрее нападали на нас итак территорию full state делаем и уменьшаем автономию чтобы получить максимум отсюда порс лимита ну и чуть доходов это осман напал на кондар значит мы все-таки будем только третье в его завоевании если он но я надеюсь нет давайте еще раз не знаю уменьшим мы сможет заставить его на нас напасть о и венте говорят что османы прекратили платить нам деньги давайте говорим платить нам деньги по монет и то они заплатили нам прелесть вот кроме того улучшили спины получили терематификатор провинции еще один дополнительный достаточно хорошо приобретена теперь это провинция но для османских мужей конечно средненько и мы почти доделали наш кошель с еще два раза обнуть и надо чтобы общий девелопмент был 75 то есть три раза фактически раскачать да в конце снополь нас тоже 30 . что нам цель кстати говоря достаточно приятно и помните еще нас миссия будет на этом но это попозже и у нас появилась перемирия с османами и очень почему и может из-за того что мы и президента давили получили 100 монет за это она появился османа полна венец это не совсем то что нам нужно поэтому возвращаемся вот к этому моменту и здесь берем гибку не уверен почему ну допустим вообще-то даст нам еще плюс один дав что неплохо и нам и лавину пойду вообще венеция господи добавно а ладно меня это устроит наверное если осман не будет объявлять войну правильно с этим то что внутри вас можно забрать и еще чуть провинции потенциально если тут вылетают ребята драться с потом и это не супер хорошо но нам нужно помогать иначе будет совсем плохо и темпка поставок корабле чем гореть и в этот момент отступаем конечно же раз будем ждать их деталь нах говорится таким вот образом после вере достроилась у нас карака можем действительно ухо здесь по твоего территории и сейчас ребята из афин пойдут ждать вот здесь вот аксос османа били войну албами слушать а такой вариант развития событий нам более-менее нормально отходит и мы немножко вайпом флот венеции прекрасно давайте территории мы все заберем более того здесь есть госпитальера которых мы тоже можно забрать себе у нас выполнение приятный ивентик она говорят строят вот здесь вот и пасека соели из этого у нас вот такой стабильность event них пишет от флота у них мин верность нам даст неприятно я приятно но мы хотя бы здесь забрать территории наверное деньги с венеции посмотрим а самое главное осман себя очень истощит венеция облили крепкий орешек поэтому я думаю осман точно площадь трон пути конечно не супер большой но он будет еще это делал здесь т.ф. таким образом у меня здесь уже есть 32 на это поле у меня теперь можно поставить сюда конку на тису и можно нажать вот эту кнопку которая нам теперь простит на линии армии нам нужно всего лишь теперь советника второго уровня и 15000 армию а на самом деле супер просто то есть момент когда нужно будет воевать мы сразу же это и нажмем чтобы у нас сменился правитель я тут делаю его уже генералу каждого но пока ждем ему 57 принципе шансы что поменяется хорошо здесь стата намного лучше мы будем намного больше мана генерить также нас тут есть миссия которая спавнит нам ренессанс но на 90 всего лишь а порта не полностью я уже и нажал видите даже если ренессанса еще нету поддержкой ренессанса есть уже имеется то есть мы сразу же только не из нас появится будем здесь вот докачивать побыстрее господи душат же нас с дебафами ну ладно смотрите у нас уже до 8 монет было до дебафа но еще кое-как он поднялся я думаю в теории можно сократить расходы на армию вроде как мы воевать не должны и бегут византийцы осаждать константинополь из всего что они могли здесь создать не выбрали именно его ладно вроде я включу крепость они передумали надеюсь они пойдут срать османа они мне и слушать радос можно так просто на сервис может здесь культура наша религия наша интеграция радоса особых проблем быть не должно и немножко облачаем и сверху денег как видите он раз 12 есть но на самом деле достаточно немного стабильность в рост уйдет и станет реально вообще хорошо осмазали он охот хотел не осман получишь да вот они закончили этот самый замок у меня дебаф вот он пройдет сигаре через три года я уже смогу анонсировать финны это наш от территория значит он просто сразу интегрируется и передаст нам и армии и лимита и флот это было бы неплохо двери оставим флоту суда грабить венецию большие деньги мы с этого я думаю получим 08 слушать не так что и мало нашей экономики и видеть вообще что-то делает венеция но в целом что нам нужно этот территория и наверное деньги что нужно еще два варскор от битв чтобы начал варгол на нас работать можно мы сможем отходить найти но османам проход не даст только просить просить будет себе так что я думаю бита здесь невозможно смотри бегут бегут ну мы такие об у нас здесь замок все это время был бы просто может моргнули не заметили смотри и убегает то есть потоле они по осману а ну ладно они смону воюют справедливо достаточно но очень не супер справедливо они бегут осадить меня они османа смотрите я забатил их на бой но здесь 12 плюс 4 их всего у них есть 4 те битвы будет я бы сказал такая достойно поэтому нажмем конечно же мораль здесь тоже на пьем он мораль также мы нажмем восстановить армию нет не нажмем потому что нам еще не хотят двух тысяч ладно тогда хотя бы так я думаю нормально просто не так как я хотел но в целом неплохо они сейчас будут закрыты вот здесь вот уж нас вот прибывает сюда и об они у нас на острове спрятаны и это открывает нам кучу возможностей теперь арен в которой они успели меня захватить мы сразу возвращаем братом что все было гарнизон 100 война с венецией османа все еще продолжается горе мы можем теперь куда-то перевозить наши войска и разведываем ситуацию осман в мире здесь имеет флот поэтому не должны ничего делать особо венецианцы мультуар и можем вообще войкнуть с но я бы сначала наверно что-нибудь посиджу на венецию выкинули сейчас таки ним армия куда-нибудь еще о и вот он видите которого мы так долго ожидали 200 дипки админки причем наверное мы не особо хотим сохранить наших советников нам они не слишком нужны поэтому их можно спокойно выгонять и не обудить их временное увольнение беру советника на стоп кост и выкачивайся стабильность хотя бы в ноль а это тоже приятный вент это еще мораль нашей армии которая нам очень пригодится битве тоже отличаем форты и оккупируем венецию кому нет из космана замерился и это опасно поэтому наверное стоит быстрее заканчивать венецией и до осман очень очень дохлый а у нас уже 4 мил те разно вот так у нас тут проблемы с снегами но хорошая новость в том что правительство сменилось вас появился теперь хороший чел на престоле на 5 стабильность повышаем все в порядке особо генерит нам стат нам плану поэтому пока не принимаем это прямо это пока мы не разобьем да или просто всегда ладно смотрим в случае просто пока не принимаем эти ивенты когда нам раньше я начала срать потому что мы все равно войска венеция пока не перевезем и вот нас до венеция готова вопрос по флоту мы выиграем его или проиграем но у нас теории генералов трое 4 fire а и венеция начала печь и мы уже можем заберется на все что я хотел себе получить это репарации деньги и вот эти правки больше нам я считаю не нужно получаем себе эти честно заработанные монеты и этим даже нам ведь не нужно будет флот сейчас обратно к константинополю можем также продать ланды исчезнуть я пожалуй это и сделаю занимаем на один месяц советика второго левела чиним армию прекрасно и вот мы уже боевая пирога смотрели 444 а где у нас осман он наверное еще да у него 4.19 нет не сильно меньше но у нас еще 10 дисце я думаю неплохо а вы знаете что вот это значит у нас теперь есть союз с москвой келест и мы за один месяц анонсируем афина как я говорил ведь я сделал это после чтобы не получить себе и баф на репутацию ростки договора союзе мы еще получили себе бафчик есть это вайп м один брак с москвой конечно нам нужно укреплять отношения с москвой и там эту нет идет вот еще один винтик нас ребята налоги и хотят платить мы можем полностью убрать привилегию даст на дебаф и но долгосрочность перспективе так все говоря неплохо либо взять деньги и минус лояльность не получить можете есть у нас есть деньги чтобы убрать эту привилегию должно нас чуть-чуть поднять доход не слишком сильно так что почему бы нет нервами везде остановим где можем это как раз наш форс лимит 15 поднимает до 17 мы теперь не переплачиваем слишком много за нашу армию что на этом стоит подзакончить мы неплохо повоевали получились и доп территории получились и экономику получили себе небольшую армию уже готова я думаю развалить османа даже в наступательной войне попробуем так что с вами был добгай обязательно подписывайтесь если вы вдруг не подписаны лайкаем тарифе скрут бусте говорите мне как вам понравилось то что мы играем в ю4 или нет и до скорых встреч всем пока пока пока